Всем привет, с вами компания Электромотор, мы у нас на складе, разбираем и собираем мотоблоки Кентавр и сегодня мы отвечаем на вопрос, какие ошибки при запуске могут люди допустить, если заводят такой вот дизельный мотоблок и с нами наш постоянный эксперт Николай, который поможет нам все рассказать и выяснить Николай Всем привет! Ну постараемся, многие те, кто хотят приобрести для себя культиватор или тот же мотоблок, начитанные, прекрасно понимают как завести но все же постараюсь это показать и запустить вот дизельный, дизельный Кентавр, шестерочку, культиватор перед тем, как запустить мотоблок или тот же культиватор, есть ручка запуска или экстренной остановки ее по-разному называют, почему запуска и остановки, потому что если мы его в рабочее положение не поставили, естественно не заведем экстренной остановки, почему, потому что все-таки культиватор, мало ли где-то что-то зацепило, загрызло вы ручку пустили, он раз и остановился ну и продолжаем все же как запустить обычно начинать можно без разницы, ручка всегда видна, вот поставлю ее в рабочее положение здесь у нас регулятор или ручка газа также дали немножко газку говорится не забывайте, ребята, можно на эту сторону перед тем, как сделать запуск все-таки я начинаю в первую очередь с открытия крана сегодня был у нас покупатель пытался завести культиватор оказалось вроде бы сто раз заводил десятки собрал а краник не открыл и голову морочил и нельзя его запустить хоть бери, потому что дизель естественно надо создать давление хоть бери, откручивай, думал уже завоздушено, но оказалось не Коля, а Петя не открыл краник ну, попробуем запустить там мы в рабочее положение рабочее краник фу слава богу, открыл нажимаем декомпрессор вот, да в данном случае моделька без стартера и попробуем запустить вот стартер у нас ручной только, ребята, будете запускать постарайтесь резко это все делать не будете резко делать только помучайте себя и мотоблок и обзовете всех китайцев а я неоднократно говорил не можешь запустить вручную естественно покупай с электростартером видите дергаю за шнур ручного стартера и отпускаю декомпрессор все, потом себе выставляю не надо полностью так убавлять газ потому что на силу идти двигатель пускай он лучше будет немножечко на повышенных оборотах давайте кататься вот сейчас попросили прекрасная леди попробовать кататься ну, с чего начинаем у нас вот рычаг переключения как угодно можно назвать вот здесь две передачи вперед или же пониженная то есть медленно черепашка и повышенная зайчик побегайте ну, пробуем, да вот руку ложу вот на рычаге экстренной остановки или же запуска выжимаю сцепление включаю пониженную передачу и и легенько отпускаю быстрее газку добавляем также есть повышенная передача попробуем с повышенной включаем повышенную ну, и попробуем пробежаться атланта мы от одного замочим какого-либо не будем выжатая надо не выжать нельзя стоять о а и и вот и что упала что упала то пропала вот это кружлять начал и так ребята решили задним ходом включаем нейтральную китайцы для нас хохлов расписали четко нейтральная передача расписана низкая передача высокая все расписано все степление выжато нейтральная передача включаем рычаг заднего хода включили отпускаем степление и он тебя толкает назад попробую остановить все отпустили рычаг он стоит на нейтральной все-таки мне понравилось на повышенной мой из-за того что малый рост а хочется летать где-то влечу о а вы говорите китайцы видите как включаем пониже мы идем идем на прогулку стоять вы видите же вытворяет асфальт копает асфальт копает так что я думаю в огороде не будет проблем был асфальт нет асфальта вот вам китайозе да попробую задним ходом на нейтральной рычаг держу удерживаю еще раз показываю степление отпускаю и еду на стоянку на стоянку рядышком рядышком о рычаг отпустил и спокойно отпускаю степление решил решил остановить потому что задышался отпускаем рычаг отдыхай родной а говорят слабенький на 6 не ну какой слабенький вы видели кто для чего берет этот частисильный можно и пахать на огороде и мне как уже пожилому человеку бабулю куда-то возить в лес за грибами его достаточно кто для чего неоднократно мы говорили приобретает покупает вот перед нами фортес о нем только что говорили этот еще мощнее этого наверное не удержал бы ну конечно эти кардибалеты лучше не вытворять я не говорю что у меня большой опыт но может всякое можно вместо колес прорыть носом видите у меня разбит так что я рылся уже носом с ним опыт имею смотрите наши видеоролики комментируйте покупайте товары в нашей компании по телефону 044 530038 ждем ваших звоночков всем пока